Бутылка клеена. Берем прямоугольник. Поверхность неориентируемая. Если поставить B с чертой, то это будет что? Если B с чертой поставим? Да. Это будет то. A, B, A с чертой, B с чертой. Самая левая картинка наша. Согласны? A, B, A с чертой, B с чертой. Если ставить черточку. Хорошо. А если у А убрать черточку? У А убрать черточку. У B нет черточки. Что будет тогда? Тогда на самом деле это будет коэффективная плоскость. Потому что А и Б можно вместе заменить на новую букву. Согласен, да. Отлично. Но мы этим заниматься не будем сейчас. Мы не будем все-таки черточку. Сейчас выпишу все. Слова длины 2. Смотрите, какие это слова. A, A. A, A с чертой. Кто помнит, что это такое? Как называлось? Проективная. Проективная плоскость. Кто помнит, как это называлось? Необычная. Сферка. Сферка. Я выпишу слова из букв А. Какие бывают слова? Бывают, где есть две буквы, ряд настоящий динах. Бывает, где есть две буквы, ряд настоящий динах. Заметьте, у нас возникло шесть задач. На самом деле, большая часть, что я хочу сказать, это решение не для этого. Давайте хотя бы какую-нибудь из них. А, B, A, B это то же самое, что C, C. Да? А, B и A, B. А, C, C это приятная плоскость. Отлично. Очень хорошо. Теперь у нас еще вот это было. Что это было такое? А, A с чертой, B, B с чертой. Как это значит? Есть A. Дальше A с чертой. Это что такое? Это вот так. Дальше у нас идет B, да? И B с чертой. Это вот так. Что мы с вами можем сделать? Очень просто. Мы можем нажать пальцем вот сюда. И в таком случае картинка превратится, смотрите, во что? B с чертой, здесь B, а здесь мы нажали. Здесь идет A без черты, а здесь идет, что? А с чертой. Давайте я специально пишу А с чертой внутри и А напишу внутри. А теперь, ребята, смотрите, можно заклеить. То есть вот это сюда клеим, вот так вот. Понятно или нет? Вот. И когда вы заклеите, что получится? Вот эти две, кто с чертой внутри и нет, получится B и B с чертой. А это мы с вами уже знаем, это сфера. Отлично. Что? Мы еще будем задать? Да, пожалуйста. Смотрите. Здесь можно разрезать. Вот смотрите, когда вы режете, надо не забывать постановить за собой то, что ты разрушил. Ну да. Теперь разберемся только с верхней угольной. Сфера без круга. Так? Да, почему без круга? Поставь вот у С, поставь вершины, некую точку А. Вот важно, что вершина это одна и та же точка. Вот эта точка, которая узнала, что следует? Да. Да. И, соответственно, да, это сфера без круга. А когда вы сферу без круга склеиваете со сферой без круга, то получается сфера. Это более-менее понятно. Ну, например, потому что сфера без круга это то же самое, что северное полушарие. А другая сфера без круга то же самое, что южное полушарие. Так, нет, стоп, еще. Напиши там ТОР. Там, где А, Б, А с чертой, Б с чертой. ТОР. Так вот, а теперь, господа, возникает приинтереснейший вопрос. А что такое оставшиеся поверхности? А остальные две? Проективная плоскость. Почему? Потому что А с чертой это сфера. Это слово для словно-то, мы склеиваем. А, так же, как я объяснял в другом случае. Слово вот эти. Да. Пиши. Сверху проективная плоскость. Слушайте, вроде бы у нас получается. Проективная плоскость. Так, плоскость. А вот что такое А, А, Б, Б? Это две проективных плоскости. Да, да. А что это такое? Это я поток сделаю. Да, так что это такое? Это поток в двери. Цель сегодняшнего занятия – узнать, какие бывают компактные двумерные поверхности без края. Ну, компактные, значит, ограниченные и замкнутые, да? То есть, вот такие бесконечные, типа бесконечного цилиндра, запрещены сейчас. Без края, я уже объяснил, что есть точная классификационная теорема. Любая поверхность компактная без края – это или сфера, тор, склеивание двух торов, трёх торов, четырёх и так далее торов, или проективная плоскость, склеивание двух проективных плоскостей, трёх, четырёх, ну и так далее. Те, кто вот сфера, тор и торы – это называются ориентируемые поверхности. Проективная плоскость, две проективные и так далее – называется как неориентируемые. Так, Коль, если можно, сформулируйте теорему. Итак, значит, на самом-самом левом краю, слева, максимально слева, значит, теорема. Какие бывают слова? Ну, сферу мы договорились писать А, А с чертой. Вот такая бывает диаграмма склейки. Что такое тор? Как он записывается? А, Б, А с чертой, Б с чертой. Тор. Что такое склеить два тора? А это очень просто. Это А, Б, А с чертой, Б с чертой. И дальше что? С, Д, С с чертой, Д с чертой. Его уже догадались. Помните, когда вы склеивали две шапочки? Да, да, да. Мы на самом деле просто взяли и написали слова подряд. Да. Так, хорошо, это, значит, склеивание двух, два тора, так пиши. Два тора. Ну и так далее. А, Б, А с чертой, Б с чертой, С, Д, С с чертой, Д с чертой, Е, Ф, не надо, значит, Е с чертой, Ф с чертой, это будет три тора, ну и так далее, и так далее. Все. И под ними надо написать неориентируемые. Что такое неориентируемые? Какие они бывают? Проективная плоскость это что? Это АА, проективная, АА, Б, Б, ну понятно, две проективные плоскости, запятая. Когда я два тела и склеиваю их, для этого есть особый значок. То есть, Ф, проективная плоскость. Ну, невозможно всегда так словами писать, там, склейка двух проективных плоскостей. Ну, дальше понятно, АА, Б, Б, С, С, напиши уж, ну да, да, вот, АА, Б, Б, С, С, ну и так далее. Так вот, давайте еще договоримся. Для краткости бутылку клейна будем обозначать буквой К, а тор будем обозначать буквой Т, хорошо? Тогда вот это вот коротко будет записываться так, ну и уже, да, 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 все правильно, Т, дальше знак суммы Т. Так вот, сейчас Коля хочет вам доказать, объясняю план доказательства. Коля возьмет любое длинное предлинное слово, в котором четное число букв, причем каждая буква присутствует ровно два раза, и может быть она и она, а может быть она и она с чертой, да? И докажет, что не меняя поверхность, можно как-то поменять, 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 и привести или к верхнему виду, и тогда будет у него ориентируемая поверхность, или к нижнему, будет не ориентируемая. Потом он докажет, что все они разные. Основная лемма, она довольно трудная, это нужно догадаться, почему так. Доказательство, которое будет по индукции, оно достаточно несложное, вот если верить в эту основную лему. И еще будет отдельная наука, почему они все разные. Вот эта отдельная наука называется эйлеровая характеристика. Эйлеровая характеристика. Эйлеровая характеристика. Эйлеровая характеристика. Эйлеровая характеристика. Эйлеровая характеристика. Продолжение следует...